Добрый день! Здравствуйте! Мы находимся в замечательном месте, это гастроном Стокман, где мы с вами будем готовить стейки свиной шеи с мятным гуакамоле. И, конечно, нам потребуется свиная шея, которую мы с вами будем нарезать на стейки. Это идеальное блюдо для приготовления не только дома, но и на даче, на природе. Секрет этого блюда состоит в том, что он маринуется в сухом маринаде. Сухой маринад мы с вами сейчас будем готовить из специй. Для этого нам потребуется грецкий орех, сахар, кориандр, кумин, соль, чеснок и перец чили. Все эти ингредиенты мы с вами будем измельчать в блендере или в ступке и нежно, аккуратно натирать наши подготовленные стейки. В данном случае мы с вами используем профессиональный блендер, куда мы все потихонечку насыпаем. Немножко сахар. Сахар лучше всего использовать тростниковый. Кумин, кориандр, черный перец горошком. Можно использовать чили сухой, но мы с вами будем использовать свежий чили. Мы с вами пробили в блендере, у нас получилась замечательная сухая смесь, больше похожая на панировку. Мы ее с вами обильно-обильно посыпаем в стейки, аккуратненько панируем. Маринад не жарейте. Чем больше маринада, тем больше вкуса. Подготовленные стейки мы оставляем в холодильнике на полчасика. И после этого мы с вами будем жарить. А пока у нас маринуется с вами стейки из свиной шеи, мы с вами будем готовить замечательное мятное гуакамоле. Для этого нам с вами потребуется авокадо. Это основа нашего соуса. Авокадо лучше всего подбирать спелое. То есть, когда вы будете в замечательном гастрономии Стокман, вы подходите к лоску и смотрите на авокадо. И не стесняйтесь, пощупайте его. Возьмите в руки и ощутите, что оно мягкое. Для приготовления 4-6 стейков нам понадобится соус, ну, из двух авокадо, не более. Мята. Небольшого пучка. Грамм 20 вам будет вполне достаточно. Также нам потребуется красный лук. Режем с вами на небольшие кусочки, которые впоследствии мы с вами пробьем в блендере. Также потребуется чеснок. Две-три дольки этого будет достаточно. Лайм. Лайм лучше всего использовать сок. Но в данном случае я люблю использовать его с мякотью. Поэтому мы просто легкими движениями очищаем от него кожуру. Также у нас есть подготовленный чили-перец. Чили-перец к нему подойдет совершенно любой. Можно использовать и зеленый, и красный. Дорогие друзья, у нас с вами подготовлены ингредиенты, которые мы с вами одним движением загружаем в стакан блендера. Также в него мы режем авокадо. И чтобы оно не потемнело, сбрызнем соком лайма или лимона. Мясо у нас с вами готово, и мы начинаем с вами потихонечку обжаривать. Жарим мы с вами каждый стейк не более 2-3 минут с каждой стороны. Будем доводить до готовности в духовом шкафу. Наша свинина продолжается с вами жариться. Солить мы будем с вами морской копченой солью. Только такую морскую соль вы найдете в гастрономии Стокман. Я предпочитаю добавлять не молотую, но немного. Итак, стейки у нас с вами обжарились на сковородочке. Мы их с вами переложили на лоток и ставим запекаться в духовочку на 200 градусов. Запекать мы будем минут 10-15. Как мы говорили, что наш с вами стейк – это идеальное блюдо для пикника, для загородного отдыха, поэтому и оформлять мы будем так же. У нас с вами практически готово мяско. Вот как раз замечательно с вами получились стейки из свиной шеи. Дорогие друзья, наше с вами путешествие по гастроному Стокман подходит к концу. Мы с вами приготовили замечательные стейки из свиной шеи, приготовленные в сухом маринаде и поданные соусом гуака моли с мятой. Приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok